пасха светлое христово воскресенье самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря который символизирует обновление и спасение мира и человека торжеству жизни над смертью добра и света над злом и тьмой христианская пасха является памятью об воскупительной жертве иисуса христа о смерти его на кресте и чудесном воскресенье на третий день после своей смерти воскресенье рано утром когда еще было темно и воины находились на своем посту запечатанного гроба господь иисус христос воскрес из мертвых тайна воскресенье как и тайна воплощения непостижима воины не видели что произошло в пещере и после воскресенья христа продолжали сторожить опустевший гроб вскоре произошло землетрясение когда ангел господин сошедший с неба отвалил камень от двери гроба и сел на нем вид его был как молния и одежда его была бела как снег воины испугавшись ангела разбежались так как погребение христа было совершено поспешно то мария магдалина мария иаковлева соломея и некоторые другие благочестивые женщины пошли к гробу благоуханным миром закончить помазание тела спасителя благовонными мазями первая пришла ко гробу мария магдалина но гроб оказался пустым мария стала плакать она увидела иисуса христа но не узнала его думая что это садовник она спросила господин если ты вынес его то скажи куда положил его и я возьму его тогда господь сказал ей мария услышав знакомый голос она узнала христа и воскликнув учитель бросилась к его ногам немного спустя пришли как грубо и прочие преданные господа ученицы жены мироносицы они обнаружили что камень закрывавший вход в пещеру отвален а сам гроб пуст им явились два ангела и возвестили воскресение христа когда же недоумевали они осем вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих и когда они были в страхе и наклонили лица своих земле сказали им что вы ищите живого между мертвыми ангел сказал им не бойтесь ибо знаю что вы ищите иисуса распятого он воскрес идите и скажите ученикам его что они увидят его в галилеи жены мироносицы поспешили поделиться этой радостной вестью с прочими апостолами по церковному преданию христос сначала явился своей матери чем утешил ее материнскую скорбь потом господь явился и прочим жены мироносицы и всем апостолам которые собрались чтобы обсудить слухи о его воскресенье в течение сорокодневного периода после своего воскресенья господь еще несколько раз являлся апостолом беседовал с ними и давал им последние наставления воскресенье христово это смысловой центр всего христианства по слову святителя иоанна златоуста пасха есть праздника в праздник и торжество из торжеств в котором христиане празднуют само воскресенье неожидаемое еще но уже совершившиеся и примиряющие собою весь мир неожиданно а Продолжение следует...